60 миллионов рублей получили представители малого бизнеса в Краснокаменске. Здесь открылся фонд поддержки малого предпринимательства. Самой высокой капитализации в крае. Подробности у наших корреспондентов. Капитализация фонда одна из самых высоких в регионе за счет средств, полученных по федеральной программе развития моногородов. Это, пожалуй, единственное преимущество нового фонда, потому что условия кредитования бизнеса здесь, как и по всей стране, для всех одинаковы. Займы до 1 миллиона рублей предоставляются на один год под залог и наличие бизнес-плана. Впрочем, для социально значимых проектов правление фонда может сделать исключение. Он может принимать отдельные решения по интересным проектам, может быть, даже большим проектам производственного характера и на более длительный срок, и с гораздо более меньшей процентной ставкой. Это уже дело муниципалов, это дело предпринимателей города Краснокаменск. То есть это уже их деньги. Никто их обратно не потребует эти 60 миллионов. Проекты, которые возьмется кредитовать фонд, должны будут развивать сферу услуг и реальное производство. Несмотря на то, что Краснокаменский фонд только презентуется, деловая элита города уже проявляет к нему огромный интерес. Безусловно, эти деньги будут освоены, и я думаю, что этих денег будет недостаточно, потому что производство, то, на что сейчас нацелено должно быть открытие рабочих мест, я думаю, что будет даже еще не хватать. Поэтому мы рады безумно этой сумме, и если у нас еще откроются дополнительные какие-то малые предприятия производства, то мы будем безусловно рады этому. Создать здоровую конкуренцию в сфере производства и поддержать социально значимые проекты – это главная цель работы таких фондов. Что же касается их капитализации, то ее вполне можно увеличить в разы, и не только за счет поступлений с городского бюджета. Коммерческая активность краснокаменцев тоже позволит фонду работать эффективно. Елена Маковеева, Виталий Квашнин, Вести Чита.